Подпишитесь либо на ВКонтакте, либо на Телеграм, на рассылку и на всю хуйню Пожалуйста, народ, прочитайте описание вниматочно, внимательнейшим образом Дайте быстренько вам покажу, смотрите какой охуительный классный паблик Ты вот взял, подписался на него, вот здесь вот нажал, подписался на рассылку, там колокольчик нажал И всё, больше никогда не пропустишь стримы, давайте смотреть Блин, вот он так вот прям как-то, когда вот таким голосом говорит, прям так это слащаво, я даже не знаю, как это описать Ну, типа, я надеюсь, что мои благодарности за донат, ну, типа, не такие А, кстати, да, господа, собственно, не было зазначено на это видео, так что Постфактум ваши донаты, благодарности, хуярности, пизда, жопу, чё я вообще несу Короче, кидайте мне деньги Я ищущий Денежные мешки, давайте Делитесь со мной Мне плейлисты, эти пиздец вообще лень составлять и делать Сегодня у нас будет очень интересное Когда-нибудь, может, сделаю Я расскажу тебе кое-что о метал-музыке И незамедлительно, давайте, конечно же, начинаем Кстати, друзья мои, я сижу в домашней футболочке, в домашних шортах Вышел просто и сел на свой электросамокат и за какие-то мгновения очутился в центре города Вы не представляете, какая это, какое это Бля, я только сейчас подумал, что если в слове пермь одну букву поменять, то получится перди Ну, типа, да, это объясняет Бля, реально сел и за минуту оказался в центре Город, наверное, маленький очень Обалденное ощущение, когда ты вот так вот ни к чему не привязан То есть полтретьего ночи транспорт не ходит Ну, вообще, да, кайфово И ты бах, берешь и... В Москве ходят Типа, с метро, конечно, жух, что оно ночью не работает Но есть ночные автибусы Они относительно недавно, по крайней мере, как мне кажется, появились Мне кажется, что громко вывели лысого бородатого пару Хэтэм и Стейна Ну, возможно Возможно Да, спасибо, Рыбка, за донат Мы там спорим все-таки, кого вывели громко из гитаристов В большой, там, четверке Этих трэш металов Которые там почти все жухи И играют кое-как Интересно, кто же там все-таки громко А кого же там толком-то и нет Да, короче, автибусы ходят ночные И это прям вообще здорово То есть реально там от края до края Там почти куда угодно можно добраться Ну, кроме Подмосковья, наверное Ну, именно по Москве То есть, вот, можно Плюс на остановках у нас на всех USB-письки В которые можно воткнуться и что-нибудь подзарядить Что тоже весьма заебись Ну, а в целом, да, я тоже люблю Ночью куда-нибудь, короче, отчалить Да, или там, наоборот, днем, пока все на работах Убодно, выезжаешь куда угодно Сейчас тепло Сейчас можно ездить Ну, невозбрано Дороги пустые, машин нет Все освещено Ты едешь и Ну, просто какое-то такое сумасшедшее наслаждение Хотя здесь место Да, 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 да Есть такая хуйня клево Когда никого нет Ты ходишь один такой То есть это прям Которая я приехал Очень нравится У нас перед законодательным собранием сделали площадь Здесь у нас фонтан И здесь батуты какие-то Люди ходят, футбол постоянно играют В общем, все выглядит достаточно Достаточно, ну, живо И как будто никто не спит Кому-то, как будто никому завтра Но не факт, что обычный стрим Боту не надо, но Ладно, друзья мои В какой-то из ближайших дней Кое-что необычное может быть Поделился с вами немножко своими впечатлениями Можно сказать эмоциями Уже вторую ночь выезжаю Я вот так вот на самокате И просто несусь один в городе Приезжаю сюда И здесь кипит жизнь Здесь кипит жизнь Это круто И, ну, конечно же, давайте Незамедлительно начнем Сегодня я вам расскажу О том, как писать Проверяй Метал-музыку Метал-хиты, да? Можете сразу в комментариях начать бомбить Типа, какие там сокол у тебя хиты Но Если вы не тролли Нету Вы сможете понять И разобраться в красоте музыки И, конечно же Заценить четыре альбома Моей группы Виконт И три симп... Красота музыки Это все прекрасно Но... Хит... Хит... Давайте зайдем Я словари, конечно, не люблю Но все-таки Что такое хит? Популярное музыкальное произведение Вышедшее на первые места Хит-парада Это одно из значений Другое Также Узнаваемое Известное Популярное произведение Музыканта Исполнителя В более широком смысле Нечто широко распространенное Нравящееся многим Собственно Либо Когда видос называется Как делать металл-хиты Это значит Не просто сочинить металл А сделать какой-то Незаурядный металл Который вот прям еще До хера кому зайдет У Сокола, мне кажется Самая узнаваемая песня Это вот эта вот у него Которая на заставке Ну, она Не столько хороша Сколько Просто он Ее брутфорсят Своими видосами И все Естественно Она въестся В башку Красивая Ну ладно Последний Альбом Четвертый Состоит целиком Из баллад И даже тот Кто далек От какого-то Ритмичного Тяжелого Металлоядреного Драйвового Тот сможет найти Для себя красивые Лиричные композиции Которых у нас На четвертом альбоме Нашем Изобилует Просто Трек-лист Как же Писать Такие Вообще Как писать Металлические песни Крутые Хитовые Песни Что для этого Требуется Вообще То есть Садится музыкант Приходит И Напишу ко мне Песню Начинающий музыкант И думает Что же сделать Ну конечно Здесь нет Какого-то Такого Знаете Клише По которому Нужно действовать Но есть Определенные Стереотипы Которым нужно следовать Во-первых Естественно Должен быть Куплет И должен быть Припет Да Это Ну как Ура Блядь Если бы Сокол не сказал Я бы До этого Не додумался Ну теперь То я буду знать Априоре И Обычно Припев Идет За куплетом Пиздец Вообще Блядь Просто Канал Для самых Маленьких И тупых Дальше Что Вот у вас Есть Например Музыка На Куплет Вокальная Линия На куплет И вокальная Линия На припев Что же Дальше Делать Как Вообще Быть Соедини Их Блядь Да Он сейчас Реально Что Летик Это Весни Чтобы Получилось Круто Ну Во-первых Нужно Определиться Что Помимо Припева И куплета Есть Еще Такая Штука Бридж Бридж Это То Что Не Повторяется Больше В песне Вы Делаете Куплет Вы Делаете Припев Припев Повторяется Два Или Три Роза За Песню Может Бридж Тоже Может Повторяться Мостик Между Куплетом И Припевом Есть Куплет Например в песне металлический металл куплет это в метальном городе было слышно на его коротком вертушном вступлении и я не думаю что он себя или его скрутили потом можешь чекнуть потом если забыл хозяин ну может гляну потом насрать короче в пизду жопе например песня металлический металл в ней есть куплет это типа где в метальном городе метальной страны метальный звон метальной души. А мостик это типа ты полюби металл своей душой, ты полюби металл там, ты назови металл своей судьбой. Это бридж как раз, мостик. Припев это металлический металл, мою душу погубил. И мостик может перед каждым припевом повторяться. А припевов может быть 3, 4, 10, сколько угодно вообще на здоровье. Есть еще там вступление, проигрыш, соло, хуёло. Это все просто как бы название формы. Вот как раз это не советы, как делать хиты. Совет как делать хиты это допустим как именно нестандартно можно орудовать этими формами, допустим. То есть, например, сразу же начать с припева, сразу же начать со слов предположим. И при этом показать, почему ты делаешь такой вывод, основываясь не только на том, что ты сам сделал пару хитов, а показывая другие. То есть, допустим, то, что я сделал в своей книге, я напоминаю, я там года 4, на самом деле, назад я ее написал, но, то есть, до сих пор многие там советы, хоть они и тоже, ну, они примитивные, но, блядь, уж не настолько, конечно. Как раз, то есть, основываясь на разных жанрах, я как бы вообще показываю... Знаете, вот она как называется, так и ей надо воспринимать. То есть, она не столько учит делать хиты, моя книга, сколько вот... Что точно не работает. Вот это, в этом я разбираюсь. Поэтому так и назвал, типа, почему твоя дерьмовая песня никогда не станет хитом. И вот хороший совет, это, типа, ты, ну, проанализировал несколько разных песен, какие-то кавера, там, жанры, хуянры, то есть, вот это сработало, вот это нет, почему вот это важно, почему вот так нельзя, что, блядь, там еще что-то. А тут, типа, знаете, ну, блядь, бывает, бридж, бывает, то есть, я пока не понимаю, что он, ну, это мы и так все знаем. То есть, реально, человек, который задается вопросом, как сочинить хит, он не... Это не вопрос, как вообще, из чего песни состоят. То есть, это, ну, что за... Даже в некоторых песнях там бывает раз по 6, по 10, когда повторы один за другим идут, тоже такие ходы применяют, и это тоже один из методов построения композиции. Но куплетов тоже, куплеты повторяются, их не бывает один. То есть, ну, как минимум, их будет два. То есть... Я уж сперва был и подумал, что шутка в том, что металл-хит группы Fint это тишина, но... Нет, спасибо за донат. Два куплета, два... Ну, кстати, да, это самая узнаваемая песня Fint, и... Но, правда, тут мы постарались с вами. Это не припева, как обычно это бывает. Вот. Но... Бридж это то, вставка, которая музыкально не похожа ни на припев, ни на куплет, и она может быть в песне, а может быть и не быть. То есть, это... Это что, блядь? Все зависит уже от автора и... За рассуждение капитана очевидности, я просто не понимаю, это... Как он вообще, ну, видит свой трек. Но, вот у вас есть куплет, припев, да, бридж, он может быть, может не быть. Допустим, бриджа нет. Возьмем куплет. У нас есть куплет, у нас есть припев, у нас есть два куплета и припев. Все, казалось бы, песня готова. Нет. Но нужна же еще какая-то музыка вокруг этого всего. Но, в первую очередь, друзья, знаете, что еще нужно сделать? Нужно сначала сделать хорошую аранжировку этому куплету к этому припеву. Музыкой можно очень сильно вокальную линию исказить, и изменить, и сделать ее совершенно не такой, которую вы задумывали в самом начале. То есть, возьмите тот же любимый кипеловский ворон или «Ой, ты не вечер», и что мы видим? Что если эту же самую вокальную линию сыграть не под какие-то распевные дудки, балалайки, а под какой-то «Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту» А гитары будут там фигачить двойным штрихом, то характер песни, эмоциональность песни, Самое главное, что в песне, конечно же, это вокальный мотив, на куплет и на припев, который вы должны придумать. Под него вы уже делаете аранжировку в зависимости от того, какое настроение вы хотите своей композиции задать. Что должен почувствовать человек, который это будет слушать. Потому что либо вы хотите его в какую-то лирическую марьево погрузить, в переживания, еще во что-то, фэнтезийные какие-то нотки, там вот эти все инструменты, либо это будет жесткий ритмичный металл. Он какую-то дичь стирает просто лютую на рот. Я вам попробую сейчас примерно объяснить. Вот смотрите, есть какая-нибудь там, условно, народная песня, там, «Черный ворон», допустим, да? В плане каких-то таких полународных, полу каких-то, там, какое-то, ну, народная, да, будем считать, песен. Это хит. То есть это песня, которую не все любят, не всем она нравится, там, не все, может быть, целиком знают текст. Не все постоянно ее заслуживают, но все ее знают, да? Всем она как бы въелась в голову, кто угодно может напеть, там, чуть-чуть по-разному, но все же. «Черный ворон», «Чой ты вьешься над моею головой», там, да? «Ты питон траншейный» и так далее. Это хит. Мы можем сделать «Черный ворон» металл-аранжировку. Мы можем сделать «Черный ворон» регги-аранжировку. Мы можем сделать «Черный ворон» попсу-аранжировку. Мы можем сделать, блядь, «Черный ворон» хор. Мы можем сделать под гитару, там, перебоем. Мы можем сделать, блядь, в говнарской какой-нибудь, там, сопрыкинской, там, версии. В розенбауманской какой-нибудь версии, да, и так далее. Можно как угодно издеваться над этой несчастной песней. Хит — это хит. То есть в том-то и прикол его, что как ты, блядь, не обыграй, всё равно работает. Вот это, собственно, в том-то и прикол. А все эти уже обыгрыши — это какие-то нюансы. То есть, грубо говоря, нужно... Ну, объясняю. То есть, если, допустим, металл, можно сделать хорошо, а можно дерьмово сделать. Есть особенности того, как сделать металл, допустим, так, чтобы он не звучал как говнище собачье. То есть, какие нужно применять эти фишки именно непосредственно жанра металл. Как сделать регги, чтобы получилось вкусно. Это отдельная тема. Потому что проблема бывает, допустим, не в том, что жанр какой-то не такой, а в том, что человек вот этот жанр делать не умеет. То есть, очень многие у нас любят играть в тех жанрах, в которых у них не получается. То есть, например, взять того же самого «Сокола». Вот песня «Бессмертный металл» — это вот, мягко говоря, не получилось. То есть, реально говнида, хотя я вообще не фанат пауэр металла. Я просто поверхностно знаком с этим жанром, и я поэтому знаю, как его изобразить. Ну, и просто за счет своего, скажем, богатого опыта игры на всех инструментах, там, еще чего-то. Ну, то есть, вот реально неплохо могу спародировать целиком аранжировку и, соответственно, вот изобразить металл, допустим. Да, также вот то, что я у себя на основном канале чем занимаюсь, то есть, прикалываюсь постоянно. Типа, там, «Лилшкил» — это, допустим, я воспринял и спародировал вот модный рэпчик такой новый. Там, «Тоха Бимш» — это, типа, клубное музло я, допустим, сделал. «Ночной петух» — это я другое музло сделал. Но суть в том, что, то есть, там, может быть, по сведению все не очень, по еще какой-то хуйне. Но аранжировочные решения, ну, соответственно, как-то вот, как мне, по крайней мере, самому кажется, я принимаю достаточно интересное. И, ну, как бы здорово. Тут же, то есть, очень часто бывает в чем проблема, там, новичков каких-нибудь или просто, ну, не знаю, людей с какими-то отклонениями, там, музыкальной рефлексии, самовосприятия и прочей хуйни. Они делают говно, не понимая, что это говно. Вот. И не понимая, чем именно это говно. То есть, в чем вообще проблема? Почему, блядь, не получается-то? И прежде чем делать хит, надо научиться делать хотя бы просто нормально в жанре в каком-то. Хотя бы в каком-то. Если ты хотя бы один жанр умеешь, допустим, то, блядь, вот, ну, типа, если ты хочешь, там, куда-то выбиться, делай то, что ты умеешь. Опять же, тоже вот вам бесплатные, реально ценные советы. Если ты, сука, не умеешь, вот если у тебя вот такой вот голос, и ты не можешь нормально спеть, там, про бессмертный металл, а вместо срока у тебя получается срак. Не пой, блядь. Ну, то есть, поменяй жанр, реально. Вот говнобаллады, кстати, у Сокола, может быть, такие, там, слащавые какие-то, и получше бы получались, там, про светлую печаль и про всю такую хуйню. Я уж не знаю, что он там еще делает. Но вот хэви металл для вечной жизни срак, это прям вообще пиздец, вообще никуда. Да? Опять же, есть бардовские песни, там, то есть, ну, или, там, то, чем Сопрыкин, допустим, занимается, да? Надо уметь петь для того, что он делает. Спасибо, больничка. Спасибо большое за донат. Обязательно заценим. Нужно уметь делать то, что ты делаешь. То есть, допустим, все хорошие, там, вот, чем там Сопрыкин, какой-то такой полубардовской, полу какой-то сранью занимается, у всех, короче, даже популярных, там, я не знаю, каких-то и около бардов и руссрокеров, то есть, они либо умеют петь, либо интересно поют, либо вкусно. То есть, они, бывает, что не умеет человек петь, но у него, получается, вот, ну, типа, работает, это называется. То есть, мне, например, может, дико не нравится, там, 7b, вообще терпеть ненавижу, как чувак поет. То есть, просто издевательство какое-то. Но именно за счет этого, возможно, они и работают. Это вообще единственное, чем они отличаются от любой, там, максимально заурядной группы. Но, естественно, они, ну, нормально делают. Но для, как бы, хиты, это ненормально, это сверх норма. Это лучше, чем нормально. Это как пятерка. То есть, допустим, двойка, это неудовлетворительно, тройка, это вот хотя бы удовлетворительно сделать, терпимо. Четыре, это, там, хорошо. Да? И хит, это пятерка. То есть, это отлично. Это выше всяких, там, ожиданий, выше всяких похвал. Вот, соответственно, заурядную песню, там, в жанре трэш-метал, то есть, условно, берем трэш-метал. Заурядная песня, ну, там, у Металлики, там, их все альбомы, там, практически, да, допустим, да, и так далее. То есть, у них полным-полно заурядных. Хотя, наверное, даже нет, у Металлики все-таки спорно. Ну, короче, понимаете, да, вот есть заурядное что-то. Бывает, что люди, как бы, пытаются что-то такое делать, а у них даже не заурядно. То есть, у них, там, вообще, ноль, блядь, один, там, я не знаю. Вот гнилой район, допустим, это даже неудовлетворительно. То есть, они пытаются что-то сектор-газоподобное делать, но это, типа, даже не три. То есть, бывает, ну, можно, не знаю, мне кажется, там, на троечку как-то, там, спародировать сектор-газа, да, предположим. То есть, если мы берем, там, самые какие-то топовые, лучшие песни сектора-газа, там, за пятерку, ну, как бы, иногда тройки достаточно, люди даже до этого не дотягивают. Так, отлично, что автограф не, не это, не смоется, уж надеюсь, что действительно продержится. Так вот, надо уметь, блядь, ну, делать. Если не можешь срать, не надо мучить жопу, надо, блядь, выбрать тот жанр, в котором твоих скиллов хватит. Потому что, ну, иначе хуйня будет. Это вы должны уже определить сами. Но вот давайте смотреть на... Исходить из того, что вы придумали музыку для куплета и припева, что же дальше? Должна быть какая-то музыка вокруг этого всего. И мы как раз подходим к самому главному. С чего песня должна начинаться. Это должен быть тот момент, который сразу завлечет слушателя. То есть у вас может быть... Ну, это правильным. ...крутой куплет и припев, но слушатель может до него просто не зажить, подумает... Не дожить. Подумает, какая-то тягомотина, ну что это, куда это вообще? Выключит и следующий трек включит. Уже не ваш. А ваш трек должен быть включится, понимаете, друзья мои? Ваш трек должен послушать, послушан быть до конца, потому что в нашем... Ну да, 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 вначале лучше не затягивать. Лучше сразу что-то интересное сделать. ...информации, человек становится очень нетерплит и очень разборчив к тому, что он попадает в сферу его влияния, в сферу его... При этом в песне «Бессмертный металл» он абсолютно не соблюдает этот свой же собственный совет. ...мания, извиняюсь. Он открывает какую-нибудь группу с металл-музыкой, и там каждый... Ну, достаточно заурядно звучит, хотя хорошее сведение, ну как мне кажется, такое. То есть вроде, ну прям... Очень заурядный риф, очень заурядная музыка, заурядная аранжировка. Барабаны, я бы даже сказал, слабые, но неплохой звук получился. В средний день какие-то обновления, новые альбомы, новые сборки. И просто, чтобы он послушал вас, даже вас... У говниды, да. Если при стечении удачных обстоятельств ваш трек будет включен... Ну, то есть суть говниды в том, чтобы сходу показать, что сейчас будет какая-то пафосная хуйня сейчас будет. И почти в каждом треке получается, то есть я хочу... Короче, когда я делаю говниду в плане вступления, я всегда пытаюсь в самом начале сделать такой максимальный пафос, то есть нагнетать пафос. Мне кажется, что это, ну, как бы, хорошо высмеивает вот этот жанр такого типа пауэр металла или что это такое. То есть, допустим, вот здесь мы делаем вот эту вот телегу в начале. Все равно какой-то пласт людей это слушает, все равно остаются. Встань, возьми, орла и лети. И, как бы, вот эти вот телеги в начале, такая... Ну, бывает такое, что это делается, как нагнетание. Для того, чтобы тоже заинтересовать там кого-то. Волосы, желание петь такие всякие там... Встань, возьми, орла и лети. Все, есть интрига, есть пафосность. И все, начинается пафосное вступление и можно радоваться жизни. Там, не знаю, в... Ну, в «Дристающем ангеле» изначально, то есть там... Сразу же вот этот звук типа такой... Ну, все, то есть... Типа, там, 10 секунд не прошло, а ты уже понимаешь, что будет весело. То есть, чтобы человек... Ну, то есть, поскольку в моем случае это больше даже comedy-музыка, чем там реально power metal, то, ну, как бы, мне кажется, здесь прелесть в том, что человек еще от этого, как бы, от первых там 8 секунд не успел охуеть, а уже ему следующее подается. Потом тут уже вот этот унылый такой ебанутый вокал, короче, блядь. Ну, плюс в клипе хуйня происходит. Тут все сразу. Тыры-дыры-дыры, ну и все, там в «Царстве ведьмы» царила тьма, как говорится. Ну, в «Металлическом металле» тоже понятно, то есть такое прям мега-пафосное вступление. То есть, я думаю, надо начинать с чего-то прям дико-пафосного такого. В какую-то сборку на каком-то, да, том же социальной сети ВКонтакте, в какой-то группе, где очень много тысяч просмотров, вдруг вашу песню админы заметили, включили. Это что, блядь, за хуйта нахуй? Сейчас там начнется счастье и популярность. Но даже если на многотысячную аудиторию вашу песню включат в сборку, если у вас будет плохое, неинтересное начало, слушатель может просто послушать секунд 15 и сказать, а следующий трек, херня какая-то, ну, по любасу, а у вас там может быть цветистая царская просто вышечка просто может быть там. Может быть такое? Конечно же, может. И что же это делать? Нужно делать так, чтобы с первых секунд ваша песня как-то цепляла человека. Либо это должен быть какой-то крутой риф, да, который сразу такой «вау», и который без всякого вокала уже увлечет слушателей, и он такой «бум», да это вштыривает просто, друзья мои. Это, конечно же, вштыривает. И он обязательно дождется вокала, потому что ему будет интересно. Барабаны же прям ссаные, ну, я не знаю, как это может заинтересовать. Его уже зацепило, и он обязательно дождет. Ну, а прикиньте, сейчас сокол встанет, возьмет орла и полетит. Что там будет дальше? Может быть. Бывает очень много плохих примеров, когда человек берет и восторгается буквально вступлением, а потом начинается куплет, и там унылое говнище какое-то, потом припев там точно такое же говнище. И он такой «блин, разочарование хуже быть не может». Поэтому у вас должен быть крутой, цепляющий рифф в начале, либо должна быть какая-то атмосферная музыка в начале, которая тоже его зацепит. Бывает так, что можно сделать что угодно, ребята. Наворотить. Вы, автор музыки, и вы можете делать все, что захотите. Можете сделать какие-то колокольчики в начале, фентезийные скрипочки какие-то, а потом фред триггерятся, типа колокольчики, блядь. Бах, начинается куплет, у вас сразу хови металл на жестких рифах. Все это индивидуально. Не просто, а для вечной жизни срак. Все зависит от вас. Но самое главное правило, какое, друзья мои, чтобы куплет не был хуже вступления. Вот у вас есть песня вступления, какая-то раскачка, потом какой-то драйвовый риф, или сразу драйвовый риф, потом куплет, либо раскачка какая-то, а потом резко куплет драйвовый. Все, что угодно, воротите, но куплет не должен быть хуже рифа. Сколько раз я натыкался на такое, когда идет офигенный вступительный риф, а потом начинается куплет, и идет просто какая-то жуть. И это невозможно слушать. Конечно, это вот этот первый принцип, цепляющее вступление, а потом куплет, который не будет хуже вступления. Как сделать металл-хит, он рассказывает. Вот это первое, да? Не знаю, может быть, кровавому рифу скинуть, чтобы не поржали. Второй пункт, который вы должны понимать. Припев. Не должен быть хуже куплета. Это как бы, ну, припев это то, что человек будет пропивать постоянно. И припев это самая хитовая песня должно быть. Бывает, что, бывает вообще песни без припевов. Такое тоже может быть. Вот куплет, крутейший куплет, человек придумал, И вот, ну, ничего не получается у него. Ничего не получается в припеве сделать. И он такой думает, да как так, песня уже лежит столько времени. И вот ничего, сколько бы он вариантов не придумал, все оказывается хуже куплета. Ну, конечно, в таких случаях можно даже вообще песню оставить без припева. А припевы заменить уже в таком экстренном случае просто какими-то крутыми проигрышами или крутыми рифами. И, там, потом на соляк уйти, и снова в конце куплетом, и после куплета заканчивать. Так тоже можно сделать. Но, если вы делаете припев, он не должен быть хуже куплета. Потому что, понимаете... Я бы вот лучше, кого бы я послушал на тему, как сделать металл-хит, так это вот Романовского. Вот кто, пиздец, вот прям хитмейкер вообще жесткий. Вот это, конечно, без нонального угнетения. Это просто вот вообще мое почтение. То есть я не люблю слушать жанр, а понятно, что у него комедийная все равно музыка. Ну, такой, что там, мелодический дэдметал. Я вообще не слушаю мелодический дэдметал. Но насколько дохера там просто таких вот мега цепляющих вообще вещей. Вот это, как говорится, мое пожилое почтение. Вот. Ну, либо меня можно послушать. Как минимум, там, миловые комментарии я сделал, которые на все интернеты разошлись. Ну, соответственно, вот... Что-то, наверное, вдупляю в этом. Понимаете, что идет? Человек отступляет в сцепление. В сцепление. Все. Ночь. Три часа ночи. Вступление должно быть цепляющим. Потом бах. Дальше начинается более крутая штука. Более крутое музыкальное место. Крутейший куплет. Человек такой еще больше в вашу компанию. Ну, турбославяне, кстати, такое. То есть, мне кажется, более локальная вот эта вещь. Вот хиты, прям хиты, чтобы такие вот усраться можно было. Что я бы отметил. Ну, наверное, ректальные роботы Яндекса прям очень. Ну, короче, вы поняли. Меня радует, когда пафос такой сразу в начале эпичный, который прям нагнетает. Вот. Ну, этот, свой собственный сын тоже прям вот отлично вообще. То есть, там, сходу понимаешь, что что-то будет веселое. Я уже не помню. Ну, наверное, у них там вот именно самое такое популярное у них, не знаю, котята какие-нибудь, наверное. Ладно, дальше что? Композиция вцепляется своим вниманием. И потом начинается припев после куплета. Церковь и ездили Путина. Еще круче, еще человек уже стопудово останется с вашей песней. И 100% пойдет искать какие-то песни еще ваши другие. Это вы должны понимать, чтобы человека привлечь. Что дальше? У нас в начало из трех пунктов уже стоит куплет, припев. Вступление, куплет, припев. Что дальше? Естественно, нельзя сразу начинать куплет сразу. В металле лучше этого не делать. Лучше какой-то небольшой проигрыш сделать, чтобы человек немножко все это переварил. В попсе такого обычно не делают. Там сразу идет после припева второй куплет идет. В металле тут у нас более сложная музыка, у нас более глубокие тексты. И нам нужно с вами дать немножко слушателю, слушателю переварить все это, вкусить ваш талант, да, и немножко переварить сложность вот этого, в которой есть метал-музыки, потому что метал-музыка, она более такая классическая. И для этого подходит проигрыш. Это не должен быть какой-то прям забой на охеренный какой-то риф, как в начале. Здесь можно уже что-то такое менее сделать, на спад уйти, обязательно уйти на спад. Если вы, конечно, супер хитмейкер, и у вас каждый промежуток вашей песни просто вводит слушателя в какой-то экстаз, тогда вы можете вообще не париться и делать как угодно, как угодно структуру песни делать, и у вас будет все шикарно, потому что вы гений. Но мы рассматриваем все-таки тот вариант, когда мы с вами просто хорошие музыканты, хорошие певцы, которые придумывают, хорошие авторы, которые придумывают свой материал. И все-таки мы не гениальны, и я вам рассказываю, как сделать хорошую песню, структуру какую-то, если вы не гений. Поэтому после припева мы идем на спад, и у нас какой-то такой средненький проигрыш. Говоря из в этих... И чтобы человек отдохнул, и переходя на второй куплет с другим текстом, но с той же самой вокальной линией, которая была в первом куплете, он снова испытал вот эту вот смену атмосфер. То есть, когда его штырило-штырило, вы нагнетали с самого начала, нагнетали, после припева у вас спад, и чтобы снова пошло нагнетание куплет, он же круче будет проигрыша, правильно? Правильно. Припев после второго куплета будет снова круче второго куплета, естественно, да? Все, отторобанились. У нас есть вступление, у нас есть куплет, припев, проигрыш, потом второй куплет, второй припев, и у нас уже прошла большая часть песни. После этого, естественно, в металле, вы скажете, идет, ну, понятно, соляк, не все так просто, друзья мои. Соляк, это, конечно же, банально. Если вы сразу сделаете соляк, никто вас за это не осудит, если соляк будет крутой, тем более. Но сначала, если вы прям такие замахнутся на композиторство, я бы сделал, как я делаю зачастую, тоже какое-то музыкальное место сделать перед солу, подготовка к соло. Либо это будет какая-то просадка в чистоте каких-то вот этих музыкальных ударов, да? То есть у вас темп остается тот же самый, но количество ударов в определенный промежуток времени у вас, например, спадает. А может и не спадать, может, наоборот, он фигачит дальше и вливаться в соло. К соло, мое мнение и мой опыт, должно, ну, должен как-то подводить к нему. Нельзя просто сразу начинать, можно и сразу начинать, но лучше, конечно, сделать композицию более красивой, украсить ее максимально, какую-то подводочку небольшую. Либо динамичную, либо лиричную. Да, такой вот был боевик, и бац, неожиданно пошла лирика. Это тоже дает такие качельки, когда слушатель будет такой, блин, и вы его будете вот на этих волнах качать, погружать в различные... Надо, кстати, сверить, Джейс, интересно, по этой схеме похоже на эту схему все получается или все-таки не совсем? Я забыл, как начинается «Отпусти меня». Такое нагнетание. Ну да, там сразу риф этот. А где «На, блядь» еще? Тоже вообще. Я никак не запомню, как называется «На, блядь». Нет, не это. Хотя я их все, кстати, могу почти, это... Припевы напеть. Тоже вот, господа. Так-то, не до этого. А, на «Руинах надежд». Так, ну а начнется соляк. Есть песни, как в «Тру хэви металли», да, у нас, когда там буквально в песне может начаться или перед соло, или после соло начаться какие-то места, ну там хоровые, оркестровые, где прямо будет такая насыщенная аранжировка, и будет пафос, и эпид раздуваться. Я такие вещи очень люблю, обожаю, вставляюсь, стараюсь их максимально почаще где-то использовать, но только если это не портит структуру песни. Естественно, ты все это смотришь, индивидуально к каждому треку подходишь. Но, когда же вставлять хоровые вот эти вот все эпичные места перед соло, после припева, да, или после? Естественно, после соло. У вас есть определенная структура песни, в которой вы накручивали-накручивали. В «Металле» это обычно динамичная песня, мы сейчас разговариваем о боевиках, да, а не о балладах. Потому что в балладах там, ну, другой совершенно подход, абсолютно, мы о боевиках сегодня говорим. Вот, и был динамичный… Метал, метал, только хэвэ метал. Нет, был динамичный припев, скупление какое-то динамичное, да, проигрыш. Какой-то может быть сниженный по количеству ударов в промежуток времени, может быть такой же быстрый. Потом соло начинается. Соло может быть тоже разным, либо зубодробительным таким, либо варьированным, либо таким. Кстати, «Черный толчок смерти» прикольный очень трек, но, опять же, я бы не сказал, что это прям хитяра такой, ну, то есть, я не знаю. А-ля Юра Мелесов, где просто очень красиво выстроен мелодизм, но не так много вот этого. Вообще, как бы, это определяется не вкусом отдельно взятого, там, Моисея Великанова или еще там кого-то, а просто, не знаю, количеством публикаций или там чего-то такого. То есть, просто, количеством отреагировавших людей, там, покупок, в идеале, может быть, даже, определяется, что хит, а что хуит. То есть, какими-то вот такими штуками. Не, 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 не что Моисей сказал. Но, на мой взгляд, вот, то есть, то, что, как, мне кажется, должно было бы быть хитом. Правильно, седой пупсик говорит, нельзя сразу начинать, ведь нужна подводочка для глаз и дорогая помада. Спасибо, Алекс Найтмар. Голос овощей, кстати, вполне себе. Ну, котята, да. Церковь свидетелей Путина. Ректальные роботы Яндекса. Коричневый горизонт, может быть, даже свой собственный сын. Может быть, шаурма пожирает людей. Ну, вот, типа, вот эти я бы отметил. Распальцовки всей, которые просто вот это вот. То есть, это тоже все нужно дозированно вставлять. И вот как раз после соли-ка можно уже делать какое-то вот такое место, не похожее на другие. Либо там идет бридж. Это что за поединение? Если бриджа нет, то идет, можно сделать какое-то вот такое место, где будут хоры, где будут эпики. Там музыка вообще. Какой-то гей-робот как будто. Может меняться. То есть, это место может быть вообще не похоже на всю остальную вашу композицию, простроенную. После этого места, когда вы сделали уже все, у нас дальше идет обязательно. Сергей Дроботенко, помните? Гей-робот, блядь. Припев. Можно и нахараху идти просто и никуда там. Ой, блядь, пиздец. Звук уменьшать и в тишину уходить. Но лучше, конечно, закончить на припеве. И припев это тот гвоздь, который вы всегда забьете слушателя. И без него лучше стараться не обходиться. Потому что это такая точка в конце. Блядь, второй энергетик, пиздец. Прям что-то хуевато мне даже от него стало. Припев. Как закончить припев, друзья мои? Это уже дело ваше. Либо после последней фразы у вас идет буквально несколько штрихов медиатором и все. И бам, и у вас уже все закончилось. Либо опять же в конце сделать какой-то крутой риф. Сука. Упала, блядь. Ну, напишите, кто смотрит в записи слово какое-нибудь. Распальцовку нужно дозированно вставлять и лишь потом делать. Бл, 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 бл. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Распальцовку нужно дозированно вставлять для того, чтобы... Я понял, что вы посмотрели. Ну, вот это как раз заурядный металлтрек. То есть, при чем здесь хиты, я не понимаю. Это просто как сделать заурядный металлтрек, он рассказывает. Хиты именно вот в металле, если на русском языке. Бл, блядь, не знаю. Че там кто слушает. Ну, короче, я могу сказать, что мне нравится. То есть, мне у эпидемии нравится без сердца и души. Но это, наверное, как раз я бы не сказал, что это прям хит. Какой-нибудь типа пройди свой путь. Какая-нибудь вот такая вот хуйня. Наверняка вот что-то в этом роде, да? То есть, там все, ну, такое вот. То есть, для широкого круга людей может нравиться... То есть, хит, я думаю, так. Хит это то, что может нравиться даже тем, кому не нравится жанр, в котором эта песня сделана. Вот так, как ни странно. У Металлики там Nothing Us Matters, да, допустим. Вроде как трэш-метал группа, а все как медляк эту хуйню там ставят на любой туся. И так далее. Или, мне кажется, даже человек, который особо не углубляется в этот жанр, ну, там, по Энтер Сэнману угорит и так далее. Вот. Ну, какой-нибудь там, блядь, понимаете, там, беспечный ангел там какой-нибудь сраный. Я свободен. Вот это, то есть, вот самая срака как раз, самое такое. Вот это хиты. Вот как такое сделать? Вот это, как бы, уже интересно что-то разбирать. А это он как раз как заурядное сделать, рассказывает. Как сделать именно не хит? Взять совершенно другую какую-то, похожую на припев какую-то, но уже без вокала, какую-то музыкальную вот эту вот вставку, пририфованную какую-то. Тут уже все тоже зависит от вас, друзья мои. Но вот примерный, примерный вот алгоритм собирания костяка метал-боевика я вам сегодня рассказал. Конечно, пробуйте, пишите свои мнения в комментариях, пишите свои пожелания для других роликов. Вот я прислушался в этот ролик, который я сейчас записываю. Он у меня взят просто буквально сегодня из комментариев. Я открыл сегодня свой предыдущий ролик. И там был комментарий, сокол, расскажи вот о том, что я сейчас вам рассказываю. Вот я вам это рассказал. Пишите. Я очень стал, интересно стал прислушиваться к комментариям, потому что сейчас у меня есть самокат. У меня просто бывает такое, что я прочитал какой-то интересный коммент, и такой, почему бы нет? Прыг на самокат просто и поехал в город снимать ночью, без разницы в какое время. То есть я ко времени не привязан. И вот этот ролик я снимаю, не помню, кстати, ник человека, который мне это написал. Но вот так вот появляются ролики. Иногда я что-то планирую, иногда вот так вот мне напишут в комментариях. Я знаю, что Ангел это кавер, но вот прикольно, да, что именно на русском языке это... Да хера хитом стал, а у них там это вообще неизвестная хуйня практически. От ваших комментариев тоже много зависит. Быть может, вы заставите меня снять ролик, который... Хотите услышать тему ролика, который услышать хотите от меня. Вы лично, то есть вы можете на это повлиять. Поэтому комментарий от четырех слов и больше, чтобы помочь каналу. Если вы просто хотите помочь каналу, можно что угодно там писать, но от четырех слов и выше. Или можете осветить действительно тему, которую вы хотите, чтобы я вам рассказал. И я это, если мне понравится, я это сделаю. Поэтому, друзья мои, я пошел прыгать, наверное, на батуте сейчас. Там народу полно. Мы с вами встретимся в следующем видео. Ставьте лайк и подписывайтесь. Конечно же, друзья мои, да пребудет с вами сила. Все, пока-надь. Как говорится, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, ну, не знаю, такое скучновато. То есть он как бы, ну, удивительно. Сокол не рассказал, как сделать металл-хит. Кто бы, блядь, ожидал чего-то другого. Ну окей, бахнули реакточа, по-доброму.